214 тысяч рублей лишилась Саровчанка. На сотовый телефон женщины позвонил злоумышленник. Представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета производится несанкционированное списание денег. И чтобы отменить операцию, ей предложили перевести деньги на другую карту. Несколькими траншами женщина перевела все свои деньги на счет неизвестного лица. Больше 10-15 тысяч переводов нет. Вот в этом пределе столько на 214 тысяч. На уловки машинников попалась еще одна Саровчанка. Женщина лишилась 58 тысяч рублей. Преступники действовали по старой схеме. Также позвонили, представились службе безопасности банка, предупредили о несанкционированном переводе денежных средств. В итоге гражданка перевела свои денежные средства злоумышленникам. В результате проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3. На дорогах нашего города за минувшую неделю произошло 7 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Курчатова водитель «Шевроле» сбил женщину, которая проходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила закрытый перелом левого колена и ушиб мягких тканей головы. После осмотра врачами ее отпустили домой. Он объясняет тем, что она шла с правой стороны, а с левой стороны от него навстречу женщине шли две девчонки. И он засмотрелся на них, а вот правую сторону как раз и не заметил. И он увидел, что он успевает проехать, не создавая помех девочкам. А женщину-то увидел только в последний момент, когда голову девочек перевел на дорогу. На этой неделе в целях профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции проведут ряд операций. Детское кресло, пешеходный переход и нетрезвый водитель. Саровчан призывают быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.